Инициатива, она наказуемая есть, да, хотим еще это самое, две плиты поставить, получится, правда, не знаю, а так было, там это сделать лепки, вот как это вот, когда уже вот штык наш, знаешь, там его реконструировали, вот, а там реконструировали, мы, я вот нарисовал плиты, обратно, там четыре плиты, там танки, потом, это танк, который освобождали четвертую украинскую, ну, это сорок третий год, вот, и там, это самая, Керечетка, ну, фамилия это, Кавалерия Леп, вот, вот это вот такое вот, ну, и Лепку сделал, я, конечно, Лепку не сделал. Четвертый Кавалерийский корпус. Да, да, и красиво сделали, красиво сделали. Да, 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 Кавалерийский, Кубанский корпус, корпус, корпуса, короче, нас освобождали, и вот это вот именно фрагменты поставили такое. А вот для истории, для истории, вот, когда мы сделали вот этот штык, штык, вот, мы, был Калагайда у меня конструктор, ты помнишь его или нет? Да, 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 вот, вот, а тогда ганджа появился, вместо того хотели ладуху убрать, а ганджу поставить, но она не получилась, и как раз вот за сорок летие, вот, Алира Васильевна же, вот, она освобождала, ну, там ясно, как-то освобождала, но еще не в этом дело, что это идея, вот, идея, значит, отметить 315-й дивизию. Ну, вот, и нам дали задание сделать вот этот штык, Матвеец принес штык, 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 вот это вот, и мы сделали в масштабе, и вот это, как говорится, все это сделали эскиз, Кажут стежей, да, вот, на Прадмаше в Мелитополе сделали эти части или не части, а листы, немного зиговку сделали, в общем, ну и короче, или штык заделали, вот, штык заделали, внутри, чтобы жесткость была, это надо в то время, сотка труба, нержавейка, 10-ти миллиметровая толщина толстая, чтобы не свалили ее, да, и заложили, короче говоря, на этот штык, вот, штык, если поднять штык весом, это полторы тонны, вот, нержавейки, пищевая, вот, это мы когда... Вставляю, вот, именно, взял, вот, у нас на испытания бутылки были, литровые и политровые, на молоко, если ты помнишь, вот, я взял эту бутылку, и на наждачной бумаге написал участник изготовления, и вот, когда монтировали, как капсулу взяли, заложили туда, вот, в честь чего там, ну, на наждачной бумаге, вот. Короче, будет дольше храниться, да, на наждачной бумаге, да, вот такая история, эта штыка, теперь дальше, вот, а почему он срезан, вот, до конца, его 12 метров, а высота вообще, да, вот, а срезан потому, что Башко, Анатолий, был архитектором, и когда приехал на завод посмотреть, ну, и дал такую команду, давайте срезем, с точки зрения архитектора, без всего знает, вот, а зачем срезали? Война окончилась, идея, он уже не требуется, его убрали, вот такая вот история этого среза, его срезали 2 метра, по-моему, вот, и там вот, если смотреть, там листы, нержавейки, они двухметровые, чтобы не резать, и вот сварные швы, вот, вот такие вот, я его тер, вот, вместе с наждачкой, да, сразу же, чтобы вот, она же, это самая, нержавеющая электрода, она же, вот, выгорает, ну, собственно говоря, в первый раз оно не видно было, потому что так было зашлифовано, а потом через время, времени идти, да, вот это вот такое, это было в 85-м году, 40-летие Победы, да, и у меня есть фотографии, вот, эти фотографии, когда вот, я всегда живу, вот, это, который Вера Васильевна стоит, Матвеет стоит, потом еще Сукоч был, потом приехали именно те, которые освобождали Василию, это полковник, по-моему, вот там это, ну, там это, фотографии, вот, это фотографии, да, остались, а звезда, звезда, вот, это, да, уже металлисты сняли звезду, сорвали, и вместо звезды, сразу я вот сделал такой эскиз, ну, фотографии, это, который, допустим, три славы, стоит, три славы, вот, но еще, потому как-то его где-то писать, и сделали, это самое, орден Отечественной войны, и вот сейчас орден стоит, вот это, вместо звезды, орден Отечественной войны, ну, хорошо сделано, конечно, А вот недавно, недавно, когда, вот, прибыли к нам на день освобождение, то есть освобождение, двухсотлетие, полковник и подполковник, вот, смотрю, стоят это вот со всеми реалиями, я вот это обратил, говорю, вы афганцы, нет, мы не афганцы, я думал, что афганцы, вот, а что, вот это тут нас, значит, надо, значит, мы искатели, искатели тех захоронений, которые в 42-м году, прошутисты, вот, это десантники погибли в степях у Куспеновки, вот это, я с ними сфотографировался, потом, а идею, вот, искать, это кияшка, чтобы найти и сделать памятник, вот, вот, на выезде, вот, когда ездишь, там, куда-то припадут, да, потом более сделать его, и сделать захоронение, если найти, их 9 человек, если найти, сделать захоронение именно в Веселом, это как-то, вот, да, да, ну, и что ты думаешь, мы, я был на этом поле, вот, я их зафотографировал, у меня есть свои фотографии, вот, прошли они и ничего не нашли, вот, мы на искателе находили патроны, вот, находили осколки, находили даже с мелкокалиберной, вот, да, вот. А, так вот, Панкас, я говорю, мать говорила, когда бой кончился, их кидали в машину, грузили, полицаи, а на самом верх кинули женщину, с ними была, а это ей рассказывал тот полицейский, который участвовал в этом, он потом сбежал, вот такая фамилия Фурдик, и их в машину погрузили, а с этой женщины Кизил снимал рубашки и сапоги, наш, вот она. Наш сосед. Сосед наш, да, любимый сосед. И повезли их в сторону Мелитополя, а куда их, ну, в принципе, на машину, а куда, кто, я не знаю, вот так она мне рассказывала. А это ей полицейский пьяный был и ей рассказывал, ну, сидел у нее в доме, там, где они сидели, я не знаю, и вот он рассказал именно за это. Ну, вот, теперь, теперь, чем обратно занялся Киевшик? Чем занялся Киевшик? Значит, ну, это дело КГБ, поскольку они вот это были, в КГБ какие-то документы есть, вот, это в Гопоровском управлении, это тогда, а сейчас же в СБУ, да. И вот это СБУ кое-когда приезжает вот на это вот сюда, на, как говорится, на памятник, который вот это, те погибли, там, ну, я не знаю, даже фотографии есть там, вот. Вопрос другого порядка, что это уже не получилось, не нашли ничего. Они неделю проползали, образно говоря, вот иду, и куда-сюда, и каким образом, и ничего абсолютно нет. Так они не могли бы найти, потому что они там не захоронены. Теперь такое, вот слушай, теперь вот еще, как говорится, эти, Успеновцы, ну, там вот это, которые, ну, говорят, вот они были закопаны, это надо вот это, но и версии, две версии, вот это вот, которые ты говоришь, вот эта версия я помню еще пацаном мать рассказывала а это значит она получилась их осталось трое типа или короче было как на соломы и они идут на них окружили уже и хотя бы и ну победите и она а был с ней какой-то типа еврея такое стоял один а другой русский и переделил полицаи а сзади немцы и гонят ну как и она гранаты держит или одну одну не граната была в ней в руках и она что же вы русские на кого вы идете сволочь ну смысле и на себя гранату кидает и не погибает трое вот это ну смысле вот так вполне вполне возможно вот видишь если бы вот это кинулись и раньше еще свидетели так вот я хочу другое сказать а потом значит когда их покидали в машину и эту женщину кинули сверху всех труб